Куда пропало кольцо Стеллы? И... об этом задумывались многие поклонники мультсериала Винкс. Что с ним стало и почему принцесса Солнца и Луны перестала пользоваться столь сильным артефактом? Думаю, пора разобраться. Всем привет, с вами Илумика. Вопрос, который давно тревожит поклонников мультсериала Винкс, давно добрался до моего канала. Но воплотить запрос в реальность я долго не решалась. Почему? Ну, потому что я ленивая мёбка, которая делает домашку и играет в Овервотч. А после того, как я увидела... это... Я... просто поверить не могла, что эта красотулька украдёт моё сердце и сожрёт его, просто не переваривая. Да, я снова начала играть в Овервотч. И я снова играю без вылазки. Да, я тот ещё ленивый гном. Но думаю, что далеко от темы мы уходить не будем и займёмся более серьёзными вещами. Да. Я сейчас о кольце Стеллы говорю. Что же могло с ним произойти? Вот знаете, всё что угодно. Вот честно. После третьего сезона в мультсериале начались тотальные изменения, которые повлекли за собой ряд других изменений, которые сделали такое, что просто мозг взрывается от количества полученной информации. Ну, а если серьёзно, то с кольцом Стеллы на протяжении всего мультсериала происходят интересные штуки. То оно есть, то его нет, то оно пропало. Как мы знаем, мощный артефакт пропал после третьего сезона. Вот, сразилась Стелла с Химерой, показала, кто тут батька, и окончательно убедилась в своих способностях. Но что это значит? А вот сейчас расскажу. История скипетра Стеллы берёт своё начало... Подождите. Так, стоп, это не то. Я не это хотела сказать. А вот. Скипетра Стеллы — это мощный артефакт, который передавался в её семье из поколения в поколение. И, скорее всего, фея достался от короля Радиуса. Для того, чтобы девушка могла спокойно использовать свои силы, кольцо Соляриса, так оно называется, балансировало способности девушки. Тем самым давая ей освоить новые заклинания, а также понимать, какой запас энергии есть в её арсенале. Вот если есть у тебя определённый запас печенек, то сиди и жуй, и не вздумай рассчитывать на большую порцию. Ну, тут то же самое. Изначально Стелла использовала кольцо для того, чтобы телепортироваться. Это мы видели в первой серии первого сезона. Ну и так до третьего. Также в первом сезоне Стелла говорит подругам о том, что без своего кольца она не может использовать магию, поскольку ту является источником её силы, а также помощником при перемещениях. И это лишь подкинуло дровишек в нашу и без того полную печку. Кольцо Стелла являлось источником её сил долгое время, а как известно, рано или поздно, любой источник истощается. Ну, такое бывает, да. Думаю, что именно это и произошло в данном случае. В мультсериале, в особенности в первом, втором и третьем сезоне, девушки постоянно изучали что-то новое и тренировались заклинаниями. То тут их начнут тренировать, то тут заставят обучаться в использовании Чармикса. Обучение идёт, а значит и опыт в познании новых заклинаний растёт. И именно опыт является одним из тех ключевых моментов, на которые стоит обратить внимание. Каждый раз принцесса Солнца и Луны изучала что-то новое, становилась сильнее и накапливала всё больше энергии. Ну и тем самым её потенциал как феи возрастал. С появлением Энчантикса, которого добивалась Стелла, девушка не забывает о своём скипетре. Но почему? Стелла стала полноправной феей, которая может спокойно использовать свои силы. Ведь если девушка стала феей Энчантикса, это значит, что уровень её сил преодолел барьер, который сдерживал энергию феи. Во время сражения с тем ужасным драконом в третьем сезоне Стелла использовала все свои силы, буквально выжила всё из себя. Она пожертвовала собой и получила новое превращение, а следовательно и новый барьер. Скипетр Стеллы балансировал энергию девушки, которая могла быть опасной для принцессы Солярии. Подумайте сами, если персонажу даётся такой артефакт, стало быть, не просто оно так вот есть. Значит оно зачем-то надо, и может быть этот артефакт мог спокойно навредить Стелле. Ну, не артефакт, а её сила. Ну, короче, вы поняли. Но в то же время я думаю, что суть здесь немножечко в другом. Находясь в базовом превращении, Стелла не может колдовать без своего кольца, поэтому оно всегда с ней. С появлением Энчантикса ситуация меняется. Хоть Стелла и продолжила использовать своё кольцо, делает она это только потому, что не уверена в своих возможностях. Но потом-то она всё-таки станет уверенной и вообще забудет про своё кольцо, так что это какой-то минутный случай. Стелла могла думать, что без артефакта силы её покинут и она останется без них. Однако это предположение оказалось ошибочным. Девушка стала полноправной феей, а следовательно освободила себя от боязни потерять силы. А энергия кольца, которую она получала всё это время, просто закрепилась в теле Стеллы, создавая тем самым источник внутри самой девушки. После чего она и начала использовать магию без своего кольца. Другой же случай, если она кольцо спрятала в безопасное место, откуда его не смогут найти ни злые силы, ну и не те же Трикс, которым лишь бы чё-нибудь ухватить. Ну а может быть, сила кольца работает вообще по-другому, и присутствие его во время боя на руке принцессы просто не обязательно. Может быть, оно преобразилось в волшебную пыль, кулончик энчантикса, который появился у каждой девушки. Вспомните, ведь у Блум произошло то же самое. Кулончик, который ей подарила Майя на острове драконов, преобразился и стал её волшебной пыльцой. Всё возможно, как говорится. И вот ещё одно интересный факт. Скипетры на территории Солярии — это вполне себе обычное дело, и, судя по всему, является источниками сил юных волшебниц. Такое можно было заметить и у Химеры. Её скипетр немного отличается от солнечного скипетра Стеллы, но, тем не менее, космическая энергия Химеры могла храниться именно в этом скипетре. А после того, как Стелла его уничтожила, девушка могла на время потерять силы, а то и вообще остаться без них. Мда, жестоко как-то. Но, как говорится, у принцессы должно быть несколько скипетров. Ну, а здесь уже, конечно, просто моя фантазия. Ну и как бы вот, да, думаю, что на этом можно закончить видеоролик. И я надеюсь, что он вам понравился. Вот такая вот коротенькая теория. Буду рада, если вы поддержите меня пальчиком вверх и подписывай на канал. В общем, всем удачи и пока! С вами была я, Элумика! Субтитры сделал DimaTorzok